Доброго времени суток, уважаемые общество любителей лис! Мы вместе с вами продолжаем проходить игру под названием Endling. Ну а меня зовут Перпетум или же Александр, да. И если вам понравится этот видос, вы можете поддержать меня с помощью лайков. Ну а я буду опасаться хищников, потому что... Запахи? Запахи это хорошо. Будь то запахи лисят или запахи вкусных крольчат. Но даже запах мусора иногда приносит радость, друзья. Это ведь мусор, да? Да, он самый родной, любимый. В нору барсука он меня приглашает, но я не полезу. Задачи у нас гораздо более важные есть. А именно, проследование по запаху. Там буквально остается одно или два воспоминаний, если я правильно помню, до того, как они закончатся. И после того, как воспоминания закончатся, наверное, мы наконец-то найдем нашего лисенка. Очень бы этого хотелось. Очень бы. Узнать, как он там жил. Как ему приходилось. Насколько ему было тяжело. Но радует, что его... Так, подождите. Это же баул... Того самого... Мародера? А почему он его бросил? Нет, Молли! Молли, что с тобой? Ей поплохело. Так, возможно, он ее взял и понес куда-то на руках. Раз оставил сумку здесь. И девчонке действительно очень плохо. Но при этом она не отчаивалась. Несмотря на то, что она болеет, и ей действительно плохо, она проявляет доброту к окружающему миру, к животным. Рисует, веселится, по крайней мере пытается. Блин. Надеюсь, что с ней все-таки будет все хорошо. Так, противогаз его тоже здесь. Значит, и его он снял. Нет! Просит о помощи людей. Скорее всего. Но люди не обращают внимания и просто отворачиваются и уходят. Но лисенка они не бросили при этом. Прошу обратить внимание. И может быть, если бы лисенка не было, Молли приходилось бы еще тяжелее, потому что ей, как больному ребенку, нужно какое-то утешение. Пока отец ищет лекарства, она могла проводить время с лисенком. Так ведь? С ласковым маленьким зверем, с которым она могла играться, между прочим, гладить его, надеюсь, и... Нет. 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 Ну, лисенок, тебе уже, мужик, не нужен. Отпусти его, пожалуйста. Я не плачу. Это просто дождь идет. Ну, елки-палки. Блин, это печально. Вот зачем разработчики... Зачем я вообще в эту игру играл? Чтобы плакать? Давайте попробуем пожалеть его хотя бы. Я не хочу вообще в эту игру больше играть. Она заставляет меня плакать. Я тоже ее любил. Она была хорошей. Она кормила меня. Я не хочу вообще в эту игру больше играть. Благодаря ей, может быть, мы и выжили. И не умерли с голода. Видишь, я... Я не обижаюсь. Это ужасно. Ладно, давайте разрезим обстановку. Мужик, можно я съем молли? Ладно, это просто... Просто, блин, реально очень грустно. Пошлите отсюда. Ладно, лисятки. Попробуем с вами тогда отыскать еду. Особенно вновь найден лисенок. Наверняка проголодался. Наверняка... Мужику и молли сейчас было не до поиска еды и кормления лисенка. Поэтому давайте, малыши, налетайте. Попробую еще что-нибудь для вас найти. Курица, например. Опачки. Иди-ка сюда. Попробую сразу ее поймать. Отлично. Ну, че. Прекрасный обед. Кушаем. Ребят. Вы че, не хотите курицу, что ли? Вот. Совсем другое дело. А то я уже переживать начал. Чтобы не проголодались. Ну, а теперь можно возвращаться домой. Мы нашли сегодня лисенка. Это здорово. Но вот молли... Я бы не хотел найти его такой ценой. Лучше бы было решение, при котором и молли осталась бы жива. И лисенок. Ну вот сейчас произошедшее доказывает, что мужик на самом деле неплохой. Просто, просто такие обстоятельства были жизненные. Очень сложный выбор. Так, нора в другом... Подожди. А че? А где нора? А, да, точно. Просто я привык, что нора была здесь. И сейчас опять туда иду по привычке. Так, ладно. Пошли по другому пути. На вопросительный знак я не побежал. Потому что, скорее всего, там была бы просто... Обманка для Скорника. А сейчас от него убегать уже смысла нет. Потому что мы идем домой. И даже музыка стала... Да... Начала другая играть. Так, нужно продумать маршрут. Блин, мне бегать пол... Можно попытаться вот здесь повернуть сейчас. Так. Да, все правильно. Э-э-э, он продолжает бежать. Офигеть. Его... Подожди, он не останавливается. А мы сможем там запрыгнуть? Я надеюсь, что да. Я не помню просто. Побежали, побежали. Нет, мы тут запрыгнуть не сможем. Блин, я неправильный маршрут выбрал. Ну ладно, пройду тогда здесь. По идее. А, я тут не смогу пройти. А! Да ладно. Так, друзья, я переиграл этот день. Ну, логично, потому что меня случайно загрызла собака. Я не был к этому готов. Но теперь мы возле дома. И Скорняк не появился, что здорово. Так что, все круто, все спокойно. Можно спокойно отдыхать. Мы заслужили этот отдых. Запрыгивай. Лиса, запрыгивай. Давай, лисенок. Добро пожаловать в твой новый дом. Здесь есть барсуки. И они кормят нас едой. Посмотрите. Во! Хе-хе-хе. Это же просто офигенно. Спасибо, барсук. Я всегда в тебе уверен. Ты один из моих лучших друзей. Ну а мы пошли спать. Интересно, что будет теперь. Что будет дальше. Может быть, мы сможем уйти из этого места. Потому что, ну, явно нам где-то лучше будет в природе. Мы не могли уйти далеко. Потому что, ну, нам нужно было искать лисенка. Теперь он найден. И было бы логично убраться дальше в лес какой-нибудь. Наверняка же еще остались леса. В том числе, не сгоревшие. По логике, вещей так и должно быть. Но пока ничего. Никаких уникальных места на карте нет. За исключением места с этим мужиком. Что ж, давайте туда отправимся. Потому что именно тут он похоронил Молли. В этом месте. И тут вопросительный знак. Значит, какое-то событие может произойти. Ну, и по дороге, может быть, еды еще найдем. Если повезет, конечно. Может, курица опять появится в загоне. Тоже было бы здорово. Наверное, обедаемся к ней. Она должна вырастать каждый день. Вот это было бы офигенно. А еще, эта курица же принадлежала семье мужика и Молли. Так-то. И, ну, именно ее мы украли. Может быть, если бы мы курицу не украли бы. Да нет, ничего бы не изменилось. Вряд ли курица это настолько ценный ресурс, что позволила бы сохранить жизнь. Но если бы позволила, то это было бы здорово. И жизнь бы сохранилась. Так. Куда нам идти? Сюда. По этому лабиринту. Давайте, малыши. Поднажмите. Передвигайте лапками быстрее. Давайте. Нога к ноге. Лапка к лапке. Нам не туда, нам сюда. Пока еду не чую. Жаль. Здесь тоже ничего нет. Но, по-любому, нужно уходить из этого места, потому что мы, ну, объективно, всю еду, наверное, уже съели. Практически. Тут еще, вроде, должно быть немного на ферме. Но тут и проход закрыт. Так что, я даже и не знаю. А бежать сюда, это слишком далеко. Можно через нору барсука, например, сюда наведаться. Вдруг новая еда появилась. Если что. Посмотрим. Нет! Ну... Это ужасно. Это ужасно. И... Ну, он это не сам сделал. Это топор Скорняка. Скорее всего. Игрушка Молли. И... Почему-то нет ее и ее могилы. Может быть, Скорняк ее украл? Зачем? Ну, да. Он никак не мог сам себе топор вот так в грудь вонзить. Я, ну... Сильно сомневаюсь, что даже тупо физически это можно сделать. Спокойно. Учитывая инстинкт самосохранения. Одно дело там где-нибудь на виселице, а другое дело топором себя в грудь. Да, смотрите, друзья. Курица появилась. Это магическая курица. Ха-ха-ха-ха. Вот это просто идеальное место. Ну, я уверен, что это Скорняк. Потому что именно у него был такой топор. Скорее всего, это он. Сотворил это ужасное. Мужик этого явно не заслужил. Абсолютно точно. У него и так большое горе. А тут еще такое. Так, идем сюда, да? В логово барсука. Обследуем ту территорию первую. А потом можно будет быстро вернуться через логово опять же домой. Почему я раньше так не делал? Это же можно было раньше сделать. Быстро... Я что-то... Почему я не пользуюсь логовом барсука? Это суперудобная тема для путешествий. Домой. Быстрых. Ну... Что-то я поздно опомнился, да? Под конец игры. Блин. Наверняка же в комментах писали, а я пропустил. Ошибка. Ну ладно. Без логово барсука даже как-то атмосфернее получилось. Я и в играх стараюсь не пользоваться в других, когда сам играю, быстрым перемещением. Потому что это влияет на погружение, на атмосферу. Ну, ты хочешь обычно именно путешествовать по миру. Своими двоими. Так. Ну, естественно. Естественно. Разве могло быть иначе? Но теперь я хочу использовать логово просто для того, чтобы сохранить время. Бежал. Стоп, а куда меня принесло? А-а-а! То есть так оно не работает. Оно рандомно тебя переносит места. Блин, прикольно. Я думал, ну ты можешь выбрать точку, а оказывается нет. То есть пользоваться им так, как я хотел бы, все равно не получилось бы. Так что ладно. Окей. Ничего страшного. Вот это было страшно. Так. Ну что, пойдем тогда по этой дороге. Куда-то и выйдем. Практически к дому. Логово уже начинает подсвечиваться. Сколько время? Ну, уже практически. Так, там кто-то есть, да? Уже практически утро. А кто там и где? Ха. Вопросительный знак исчез. Но все равно, идти лучше тихо, конечно. Так, я тут хочу спуститься или дальше? Давайте тут. Не туда. Хотя, зачем я сюда... Ну да, я пойду вот сюда загляну. Вот сюда. В эту точку. Лесятки. Пошлите. Оп. А не зря, смотрите. Как раз таки в этой точке и оказался мусор. Ах. Любимое лакомство. Блин, да серьезно. Опять. Так, там еще что-то есть. Наверху. Давай забираться. Где? Это птица будет, да? А нет, это мусор. Но тоже нормально. Ага. Три раза подряд, друзья, не повезло. Это просто ужас какой-то. И лесятки умудрились, научились сюда забираться. Раньше они не могли, а теперь благодаря большому длинному прыжку, высокому, у них все получается. Это просто бесподобно. О! Чуть не наступил. Ей-богу, чуть не наступил. Давай, малыш, покажи, на что ты способен. Молодец. Правда, ты рискуешь с собой, но... Ты справляешься, я горжусь тобой. Ну, а мы идем домой спать. А еще я заметил, что если ты идешь спать раньше времени, то у тебя отнимается кусок еды. Прикольно. А если идешь вовремя, не отнимается. Хм. Занятно. Так, малыш, проснулся. Потянулся. На волчонка больше похож, чем на лиса, да? Хе. Ну, ладно, пора выходить. Мне даже интересно, что будет на тридцатый день. Давайте посмотрим. Ведь тридцатый день. Так. Воу. Сейчас как раз тридцатый день. А это рушится просто укрытие? Или кто-то его взламывает? Барсук нас позвал. Ребятки, не беспокойтесь. Мы с вами пережили многое. И это попытаемся пережить потоп. Барсучата, вы куда без нас? Барсучата нас не подождали, а просто слиняли. Мы должны догнать их. Мы должны держаться вместе. Они кормят нас. Эй, малыши! Нет! Нет! Только не сейчас, когда мы все в сборе. Нет! Только не сейчас. Но все же будет хорошо. Лисы же хорошо плавают. Лисы же хорошо плавают. Ведь хорошо же плавают лисы. Но лисы ведь же плавают. Я сам видел, как лисы плавают. Нет. Ну а как же плавучие лисы? Это ведь не конец? Ну это не конец. Нету титров. Это не конец. Господи, это не конец. Как же я счастлив. Но что произошло? Не скули. Не скули. Я не могу. У меня сердце разрывается, когда животные скулят. Когда человек плачет, это не настолько грустно. Но был потоп. А теперь у меня лапка болит. Был потоп. А теперь что? Я не могу чуять запахи. Карты тоже нет. Все покрылось просто пустыней. Я слышу, как кто-то... Я не могу пройти. Кто-то скулит. Я не могу пройти. Я не могу копать. У меня лапки болят. Я не могу. Возможно, даже лапка сломана. И скулит кто-то справа. Но я не могу пройти. Я бы хотел, но я не могу. Придется идти в обход, наверное. Слева тоже я слышу звуки. Малыш! Малыши, вы все живы и здоровы. Подождите, потерпите. Сейчас мама Саня вас вывезет. Вытащит. Сиди тут. Не беги туда. Не надо в воду тебе. Мама Саня всех спасет. Мои вы маленькие котлеты. Как же я рад, что вы целы. Пирожочки мои. Так. Последний пирожочек остался с капустой. Иди сюда. У нас там пирожок с котлеткой внутри. С ливером, с капустой и с картошкой. Офигенные. Четыре штуки. Так. Вы все вместе. Пошлите. Теперь все за мамой Саней. Я подбодрю вас. Насколько это возможно. Все будет хорошо. Лисятки. Все будет хорошо. Сейчас мама Саня попытается подкопать. А кто тогда скулит справа? Только не говорите, что это барсучата. Они мне тоже как родные. Нет. За что? Ну за что опять такое? Я не могу на это смотреть. Как я могу помочь? Это слишком грустно. Извини барсучиха. Я ничего не могу сделать. Я не могу. Я ухожу. Я не могу на это смотреть. Прости меня. Мы и сами едва выжили. Нам бы сейчас перекусить чего-нибудь. Я даже барсука есть бы не стал. И моли не стал бы есть. Из-за уважения. Они хорошие. Оскорняк. Сволочь живой. А я смогу побежать? Нет. Ты не дотянешься до меня. Нет. Сволочь. Ты и так моей крови достаточно попил. Нет. Бежи. Беги. 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 Нет. Нет. Нет укрытий. Он ради винтовки того мужика топором забил. Очевидно. Но это высохшее море получается. Да? Раз кораблей так много. И люди куда-то бредут, идут. А как такое могло произойти, что после дикого наводнения сразу дикая засуха? Э, котлетка, ты чего? Взбодрись Взбодрись, котлеточ Все нормально будет Еще один этот раскоп Солнечные панели А чего они делают в пустыне? Может нас водой унесло куда-то далеко? Настолько сильный был потоп Потому что одновременно и корабли И солнечные панели в пустыне Но это странно То есть люди бы не ставили Солнечные панели В воде Это просто нелогично Похоже Было что-то типа волны И эта волна нас принесла сюда Но так как это была пустыня То Вода быстро впиталась И Не знаю Как это работает Не знаю Либо эти корабли Были еще до того Как установили солнечные панели Тогда куда делась вода? Я не понимаю Такое вообще физически возможно В мире Чтобы сначала Дикий потоп Буквально на следующий день Дикая жара и Засуха Как это могло произойти Ну все Наверное варианты Я описал Самые даже фантастические Но куда-то мы бредем Просто бесконечно По пустыне Как Моисей Вводил Людей Я вожу лисят Да Пустыня Ограничат С лесом То есть В принципе Нормально Нормально Смотрите Это прямо Настоящий А я не могу Почему? А почему я не могу? А почему я не могу? А почему я не могу? А как я должен Смочь Если я не могу? Ну смотри Мы добрались Почти до леса Я нажимаю Игра Ты меня обманываешь Мы добрались До леса Просто можно Обойти это бревно Пожалуйста Но я не могу А почему? А что я должен Сделать тогда? Я не понимаю Пути Налево там Куда-то Или направо Как это было раньше Такого нет Ты просто идешь По прямой Карты тоже нет Чтобы посмотреть Может я чего-то Упускаю Да не Подожди Я что-то не понимаю Вряд ли нам нужно Идти назад А зачем нам назад? Там еще свет Смотрите Какой-то столб Света Устремляющийся В небо Стой И тогда придется Назад идти Малыш Нет Копай Копай Не хочешь Да Ладно Пойдем назад Тогда А что еще делать? Я не знаю Может мы что-то Пропустили важное Ну не мог же я Оставаться на месте В то время Пока в нас целился Скорняк Из винтовки Которая С одного выстрела Убивает Разумеется Я не мог стоять На месте Ну видимо Все-таки Что-то нужно сделать Я понятия Не имею Ума не приложу Какая-то Загадка Тысячелетия Блин Я не понимаю А что? Да нет Это странно Возвращаться назад Какой в этом смысл? А Мы лисенка Забыли? А как мы его Забыли? Он прыгать не умеет А А у нас Всегда было Три лисенка И я даже Честно говоря И не обратил Внимания На это Как-то Идем Идем И идем Я все погружен В мысли Был в размышления Забыл Детенка своего Блин Виноват Плохая из меня Мама Видимо Да Он же не научился Прыгать Как наши Другие Ребятки Хотя Там где не могли Другие Спуститься Он смог Значит Ну чего ты грустишь Опять Значит Какие-то навыки У него есть? Ну не знаю Все Не грусти больше Мы почти добрались До леса Прикольно Что пришлось На это потратить Столько времени Чтобы Понять это Такую Очевидную вещь Ну ладно Уже Что есть То есть Главное Что мы уже Почти у цели Еще чуть-чуть Давай Давай Вот оно Отлично Малыши Залезаем Нет Он все еще Гонится за нами Надо за забор Уйти По-любому Малыши Давайте Бегите Быстрей Барсучиха Помогай Пожалуйста Помогай Она помогает нам Правильно Вперед Детишки Нет 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 Залазь Залазь Пожалуйста Нет Нет Ну ладно Пока Ничего страшного Как ты Сволочь Посмел Это сделать Как ты Посмела Сволочь Ты будешь Гореть в аду До конца дней Своих Ну Чисто Теоретически А нет Смотрите Я думал Только в лапку Попали А оказывается Пуля Прошла Насквозь И попала В тело Ведь все Будет Хорошо Но я Уже В это Слабо Верю Потому что Как мы Достанем Пулю Нет 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 Как вообще Вот люди Ходят на охоту Убивают животных Это же просто Ужасно Как Как можно Вообще Такими вещами Заниматься Каким Садистом Нужно быть Чтобы ради Удовольствия Убивать животных Это кончено Совершенно Люди Не обижайте Друзья Не убивайте Никогда Животных Ради Удовольствия Какого-то Это ужасно Это просто Ужасно Это плохая игра Она слишком Грустная Это слишком Плохая игра Я бы Зачем В нее Играл Нафиг Такие Игры Нужны От которых Ты просто Ай На этом Друзья Мы с вами Пожалуй Пока Остановимся Не буду Говорить Надеюсь Вам понравилось Потому что Кому Это может Понравиться Это ужасно Будьте добрыми Друзья Любите Животных Будьте добрыми Пока Это не все Друзья Оказывается Ну может быть Барсучиха Позаботится О них Уходите Детишки Пока И за вами Не пришли Субтитры